Кому не подходит банкротство физлица? Вся правда от арбитражного управляющего. У суда, у финансового управляющего, у кредиторов будут вопросы, почему вы перестали платить по вашим обязательствам. За это предусмотрена уголовная ответственность, а также и неосвобождение от долгов. Кому не подходит банкротство физлица? Вся правда от арбитражного управляющего. Всем привет, с вами на связи Наталья Катраева, я сама арбитражная управляющая, эксперт банкротства физлиц. Мой опыт 250 плюс процедур и все процедуры, которые я завершала, по всем делам граждане освобождены от долгов. Подходит ли мне банкротство? Задавались ли вы подобным вопросом? Если да, поставьте лайк этому видео или напишите комментарий. Так я пойму, что темы, которые я вам транслирую, они актуальны. И в этом видео я отвечу на вопрос, кому подходит и не подходит банкротство, так что досмотрите видео до конца. И да, прежде чем начну разбирать тему, хочу сообщить вам, чем я могу быть для вас полезна. Это проведение процедур банкротства под ключ по всей России, консультация бесплатная, бесплатная для тех, у кого долг больше 300 тысяч, у кого нет залога или если есть залог, он готов с ним расстаться, а также кто еще не работает с другими юристами и не в банкротстве. А также я обучаю юристов всем нюансам банкротного дела и также у меня есть курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юристов или которые хотят сэкономить на юристах. Кому не подходит банкротство? Во-первых, банкротство не подходит для граждан, у которых маленький размер долга, как правило до 300 тысяч рублей. Почему не выгодно банкротствовать с такой суммой долга? Потому что если мы рассматриваем судебное банкротство, а как правило в основном все идут по судебному банкротству, так как под внесудебное банкротство подходит лишь единица, в отношении которых пристав откончил исполнительное производство по статье 46 пункт 4, поэтому и рассматриваем сейчас судебное банкротство. На судебное банкротство нужны деньги, то есть и юристам оплатить, если вы сами не хотите заморачиваться, и обязательные расходы, платежи это в депозит арбитражного суда внести 25 тысяч рублей, расходы на проведение процедуры оплатить, госпошли на 300 рублей, это все стоит денег. Поэтому, как правило, с маленьким размером долга нецелесообразно с точки зрения финансового инициировать банкротство. Хотя у меня в практике было одно дело, когда гражданин освободился от долга 259 тысяч рублей за должность по ЖКХ через судебное банкротство. Во-вторых, банкротство не подходит для тех граждан, кто не готов расстаться с залоговым имуществом. Когда вы брали в залог ипотеку или автокредит, или деньги брали под залог своего имущества, вы должны были понимать о рисках, что если вы не будете платить, залог ваш уйдет с молотка. Поэтому и в банкротстве залог сохранить, как правило, нельзя. Это лишь единичный случай и лишь 1% из 100, когда можно сохранить залог в процедуре банкротства. Какие могут быть примеры? Если в процедуре структуризации долгов утвердить план погашения долгов и согласия залогового кредитора, залог будет сохранен. Или если в процедуре, когда вы уже признаны банкротом и введена процедура реализации имущества, залоговый кредитор, это актуально для единственного жилья, для квартиры или дома, пропустил срок, установленный законом для включения своих требований в реестр. Но это тоже происходит крайне редко. Поэтому, если у вас есть залоговое имущество, будьте готовы с ним расстаться в процедуре банкротства. И да, важный момент, даже без банкротства, если у вас нет денег платить по залоговому требованию, по залоговому обязательству, ваш залог все равно будет продан. В-третьих, банкротство не подходит для граждан, кто хочет списать другие долги и сохранить залог. Что касается залога, по нему я все разъяснила во втором пункте. Если вы хотите другие долги списать, при этом сохранить залог, банкротство вам не подходит. Так не получится, так нельзя. Заходить с ним в банкротство, а по другим обязательствам не залоговым не платить и с ними заходить в банкротство и по ним освобождаться. Так не работает. Если вы объявляете себя банкротом и в отношении вас вводит соответствующая процедура, то требование к вам может предъявляться от любого кредитора, в том числе и от залогового, по которому вы платите. Плюс финансовому управляющему арбитражному суду и другим кредиторам будет известно о вашем залоге и не получится завершить процедуру банкротства, не реализовав ваш залог. Есть небольшие исключения в этом правиле, но, как правило, если у вас есть залог, то будьте готовы с ним расстаться. Есть небольшое исключение в этом правиле. К примеру, если ваш залоговый кредитор не будет заявлять требования в деле о банкротстве, с учетом того, что вы платите по залогу, однако нужно будет тогда это имущество исключать из конкурсной массы и доказывать, что у вас обязательства превышают стоимость вашего актива. В-четвертых, банкротство не подходит для тех граждан, у которых нет денег на юристов. Ну ладно, если вы хотите самостоятельно подготовить документы, еще как-то можно в этом разобраться. Но обязательно нужно оплачивать вознаграждение финансовоуправляющего в размере 25 тысяч рублей вносится в депозит арбитражного суда, это сумма. А также, как правило, расходы на проведение вашей процедуры, это публикации в Коммерсант, ФРСБ, почтовые расходы и так далее. Плюс госпошлина в размере 300 рублей. Поэтому, если у вас нет денег, к сожалению, судебное банкротство, скорее всего, вам не подойдет. Далее, банкротство не подходит для тех граждан, у которых есть возможность платить по обязательству, но они не хотят. Такое редко, но происходит. Такие граждане редко, но обращаются. У которых, к примеру, официальный доход 80 тысяч рублей, ежемесячные платежи 30, и они просто не хотят платить по обязательствам и хотят списать долги. Так не получится. Во-первых, у вас должны быть признаки неплатежеспособности, то есть вы должны прекратить расчеты с кредиторами. И даже если вы прекратите расчеты с кредиторами, но у вас доход 80, а ежемесячные платежи 30, у суда, у финансовоуправляющего, у кредиторов будут вопросы, почему вы перестали платить по вашим обязательствам. Имеет такую возможность. Здесь уже имеются признаки фиктивного банкротства. За это предусмотрена уголовная ответственность, а также и неосвобождение от долгов. Далее, банкротство не подходит для тех, кто считает, что банкротство бесплатно. Бесплатно может быть только внесудебное банкротство. И то, если вы самостоятельно соберете документы, самостоятельно все подготовите документы для МФЦ. И да, важно, чтобы вы под внесудебное банкротство подходили. Как минимум, самый важный критерий, чтобы пристав окончил в отношении вас исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания, именно по нужному основанию. Пункт 4 статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве. Такое сейчас происходит крайне редко. У вас не должно быть имущества, официального дохода. Пристав должен составить соответствующий акт и так далее. Если мы рассматриваем судебное банкротство, бесплатного быть ничего не может. Вы же не работаете бесплатно, правильно? Вы получаете ежемесячно заработную плату или иной источник дохода имеете. Вот и по судебному банкротству. И юристы хотят кушать, им нужно оплачивать услуги за сопровождение вашего дела. И для управляющего предусмотрено законом, вознаграждение законное. И расходы нужны на проведение процедуры банкротства. Поэтому, если вы не готовы платить за банкротство, то и банкротство для вас не актуально. На этом по теме видео все. Если вам было полезно, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А также, если есть вопросы, задавайте в комментариях. И если нужна бесплатная консультация по банкротству, контакты в описании. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok